Добрый день, уважаемые любители футбола. Вместе с Артемом мы сегодня пройдемся по матчу «Сиеса-Болонь», в котором в основное время была зафиксирована ничья, ну а дальше было пробитие пенальти. Ну а сейчас мы узнаем более детально, что происходило в этом матче. Тем, привет. Привет. Расскажите, как развивались события в вашей игре. Начнем с первого тайма. События развивались, наверное, с того, как команды собрались. Да, в двух словах скажу. В принципе, команды собрались. Где-то у нас было 13 человек в «Оболоне» тоже. Сбор, я думаю, что у них, что у нас где-то был на проценты 85-90 оптимальный. Был хороший футбольный день, такой праздник. Первый тайм, если рассматривать события, он прошел… Вообще сам матч был очень интересный на больших скоростях, в принципе. Что у нас, что «Оболонь» – бегущая команда. Команды играли в открытый футбол. И с первых минут, в принципе, что мы понеслись, что они понеслись. Первый тайм проходил… Мы где-то играли больше. Пытался команду, чтобы мы играли в «Быстрый пас», «Корлатки», играли на опыте. И таким образом… Таким образом, в принципе, мы ловили час в «Оболоне» в контратаках. Они не успевали садиться. И в первом тайме, собственно говоря, привело это к тому, что мы забили первый гол. Первый гол забили. Шел прострел «Спарга». И на подборе вокруг штрафной я попадал мяч, пробил и попал в руку. То есть игрок «Оболоне» защитник выстрел в руку. И арбитр поставил пенальти. То есть чистый. В пенальти наш игрок реализовал. Таким образом, мы вышли вперед 1-0. Ну и после этого игра где-то была точно такая же. То есть атака на атаку. Мы, в принципе, справлялись. Больше владели инициативы. Больше моментов было у нас. И заслуженно после голова забили второй гол, в принципе. Ну и по первому тайму все складывалось хорошо. Если рассматривать первый тайм. Второй тайм. Что происходило во второй половине игры? Во второй половине игры, в принципе, ничего не предвещалось. Я произвел две замены. Ну поменяли немножко центр. То есть дали ребятам, которые были на замене, возможность проявить себя. Поменяли немножко на флангу тоже. Игра где-то была точно такая же. Возможно, «Оболон» чуть-чуть более агрессивно начало второй тайм. И где-то на минуте 65, наверное, с уголового. То есть наш защитник на движении штанги, который стоял, не выбил мяч. И центральная тоже не выбили. Мяч прошел. И на дальней штанге один просто игрок «Оболон» замкнул прострел. То есть такой гол, скажем так, курьерный в большей степени. И эта дита дала, скажем так, заряд ремонты положительной «Оболоне». Они пошли вперед, пытаясь спасти все-таки игру. И им это удалось. Наш игрок, опять-таки, допустил просто грубейшую ошибку, свалил в штрафной. И в пенальти. «Оболон» в пенальти сравнял счет. И последнюю минуту, если говорить, в принципе, опять-таки были атака на атаку. Возможность, как у нас забить, так и у них. То есть игра была достаточно равная последнюю минуту. Ну, если в целом, то перевес, я бы сказал, где-то 60 на 40 в нашу пользу был. Если в целом. Рассматриваю все игру. Хорошо. Дальше курс серии пенальти. Скажи, пожалуйста, как она проходила и где произошла ошибка? Серия пенальти, то есть мы предъявили 5 человек своих. Они оболон 5 своих. Дальше оболонь начала первое пробивать. Первый удар наш воротник взял, отбил. И дальше мы реализовали. Второй удар удалось послабить. Они сравнялись от 1-1. Потом мы не забили. То есть качели шли до седьмого депоудара. Стоит отметить, что их воротник вытащил один пенальти. Один у нас в штангу попал. А наш воротник вытащил. Получается три пенальти в итоге. То есть на седьмом ударе наш воротник вытаскивает пенальти. И последние пенальти я пошел убить уже как седьмой человек. Я его реализовал. И мы выиграли. Вышли в 1-4. Скажи, пожалуйста, сильные стороны соперника. Какие бы ты отметил? Северные стороны скорость. В принципе хорошие фланговые игроки. У них были два парня бегущие. Интересная, хорошая команда. Которая, скажем так, не хватает точечных усилений. Не хватает где-то, возможно, определенных организационных моментов для того, чтобы выступать посильнее. Хорошо, спасибо большое тем, что поделился. Пусть волосит вашу команду. Волосит команда «Абалонь». Ну и увидимся уже в 1-4 финале. Да, спасибо большое.